И снова всем привет! Мы продолжаем играть в Моровинт. Находимся мы в Кагоруне в зале Фисто и поднимаемся наверх, таким образом зачищая надземную часть Кагоруна. Так. Но этот Мануса льет не скоро. Но сдох он раньше. Раб пепла. Хорошо. Упыря по-прежнему не видать. Может мне просто не по уровню, не знаю. Да. Ну и я так подозреваю, что на месте вот этих вот упырей, не упырей, а зомби у нас там был, да, и вот этот вот магический стервец, могли быть поднявшиеся спящие, если бы я был повыше уровнем. Это Доготиц, наверное, да? Да, судя по проклятию. Но неплохо. Катана справляется неплохо. Но мне не хочется агрить его тут по всем коридорам. Чтоб он бегал. Да, кого-то уже сагрил. Давайте поможем немножко Орку. Так, по всякий случай подлечим. Поглощаю неплохо магию. Но, видите, не всю. Значит, восстанавливаем мы ману. И лечимся. Так, спало заключение, блин, на этом Доготи. Доготи. И мы сейчас, наверное, не сможем его обновить, потому что... А, вот получилось. Получилось. Хорошо. Не забываем лечить Орк. О, я полечил Орка, да? Надеюсь. Все, закончились у него заряды в катании. Это у нас кто? Догот Балер. Ну, давай ты уже этого захватить тоже, что ли, блин. Чуть-чуть осталось. Отлично. Сколько у него душа? Тоже 300. Так, ну что, сапоги? Сапоги пока живут. А вот Катана, конечно, закончилась. Вот что значит маленькая душа. Так, перезарядить. Шиш, да? Ну, Доготов нет, обойдешься. Обойдешься. Можно дать ему, в принципе, дай Катану. А Катану потаскать? Часть заряда она все-таки восстановит. Сохраняемся. Посмотрим, что тут припрятал этот Доготиц. О, пароход еще наверх. Тут у него копье ибонитовое. Это уже ценное приобретение. Ну, клещи я вот эти тоже возьму, вдруг у меня закончатся молотки где-нибудь на полпути. Пока потаскаем. Но давайте дальше посмотрим, что тут еще есть. Это, получается, второй этаж. Тут у нас алтарь какой-то. Нечестивый, судя по всему. Ну и все, да? Можно сказать, что мы сделали круг. Да. Ну, идем наверх, значит. К сожалению, да, приходится так вот кружить, чтобы точно все было зачищено. Здесь тоже точно мы все осмотрели. И поднимаемся наверх. А, ну это уже все. Как бы на улицу выход. Ну, сохранимся. Посмотрим, кто нас тут поджидает. А тут только видящий. Одинокий. Он плотно согрелся на меня. Умри. Зачем мне умирать? Я еще хочу пожить. Ну, давайте применим тогда невидимость, что ли. Это он согрелся, да? Да, смотрите. Я сел в позу красцы, и он отогрелся. Эта тема работает. Значит, спасибо большое за вот эту подсказку. Она очень полезная оказалась. Я не знал такого, честно говоря. Но я не то чтобы раньше с таким... с такой проблемой сталкивался, потому что... с таким макаром я раньше не играл, чтобы вот со спутниками ходить. Как-то встречал врагов либо лоб в лоб, либо... крался изначально. Так, давай-ка ты скриптом ко мне метнешься. Молодец. Выкладываем гуару. Все, что награблено у нас. Ну, это пока что только эбонитовое копье. В принципе, можно выложить вот эти амулеты. Они что-то довесят. Клещи, чаши вот это вот. Также камни-душ заряженные, пожалуй, я тоже выложу. Они тоже имеют вес аж два каждый. Таскать их у нее никакого смысла нет. Но остальное все легкое. Почему у меня перчаток нет? А, то есть я одну перчатку использовал, а эту... В принципе, перчатки Балма Лагмера можно тоже уже убрать. Квесты мы закончили. Наденем наши старые. И отправляемся с гуаром уже вовнутрь. Не знаю, как он пролезет тут. Скорее всего, никак. Скорее всего, они будут перемещаться ко мне только скриптом. Ну, нет, смотрите, как-то худо-бедно все-таки он пролезает. Зал Маки. Так, но гуара мы, конечно же, оставим здесь. Никакой зал Маки он сам не пойдет. Посмотрим, что там в этом зале. Сохраняемся. Так, ну на входе тишина. Вроде бы так. Так, а здесь могут быть догодцы. Да, нет, это не догод, это... Раб, да, раб пепла. Орг мажет дичайше. Слушайте, ну он так вот неплохо восстанавливает мне ману. Часто, но по-малу. Готов. То есть, пока он там колдовал, пытался мне восстановить запас маны. Орг его... Ну, контрапупил, как говорится. Раб пепла, да. Так, ну чего он тут стерег, этот раб? Увеличение выносливости. Стрела, наверное, зачарованная, да? Да, но нам она не нужна. Что здесь? Мясо гончий. В миске ничего. Какая-то рубашка. И книжка. Книжка нам не нужна тоже. Так, что у нас здесь? Просто деревянная дверь. За ней проход вниз. Это потом. Это потом. Сохраняемся. Вот и отронах. Так, отронах у нас пойдет, по-моему, вот в этот камень, да? У него 300 там, по-моему, емкость. Так. Орг лечится, смотрите. То есть надо было его хильнуть все-таки. Сейчас этот его еще огнем продамажит. Так и зелий не хватит. Придется еще и за орком смотреть, чтобы его лечить вовремя. Блин. Это я отвык уже, что его так пробивают. Он, конечно, полечился зельем, понятно. Хорошее зелье мы наварили. Так, а проход вниз, по-моему, вот отсюда как раз идет, чтобы мне не соврать. Давайте-ка мы проверим. Проверим. Так, чувствую, там тоже есть догодцы, поэтому... Поэтому заключение сразу же готовим. А, нет-нет-нет, наврал, это у них темница. По-моему, да, здесь трупики. Здесь трупики как раз таки с ценными вещами. Да. Мертвый герой, но серебряное копье нам не нужно. О восстановлении усталости, пожалуй, я прямо сожрал. Огненный щит не нужен, отражение нам, наверное, тоже не нужно. Так, все, больше я ничего здесь не вижу ценного. Здесь должно быть какое-то стекло вроде бы. Если я ничего не путаю. Эбонитовый меч или это не здесь? Немножко денег от мычки, пепельную статую мы брать тоже не будем. А это у нас припрятана коммуника зачем-то на столе. Да, значит, стекло не здесь, значит, я перепутал. Может быть, вот здесь. Да, вот, все-таки я помню еще что-то в стекло. Стекло дорогое, поэтому мы его, конечно же, собираем. Также заберем камень-душ. Кстати, вот неплохой клинок, смотрите. Слепота. А, постоянный эффект. Блин, нет, тогда нет. Но увеличение... Увеличение атаки 20 пунктов, это, конечно, прекрасно. Но, с другой стороны, если мы накастуем на нашего орка сопротивление, атаку он может быть увеличит, а вот эти негативные эффекты, может быть, спадут. Ну, не про, как сказать... Не сработают. Давайте попробуем. Как бы еще узнать только вот, что тяжелые доспехи, например, не пострадали. И средние. Ну, в данном случае нам актуальны средние. С другой стороны, он же сразу ее не напялит. Он только в бою ее напялит, если мы ему сейчас отдадим. Да, это не проканает. Это он одежду сразу надевает. Это, кстати, вампир, смотрите. Я не знаю, глюк это или нет, но и в оригинале тоже у него, по-моему, вампирское оружие. То есть сейчас у него надета катана. Дайкатана. Если мы ее забираем... Уменьшить навык. Как бы и не на постоянку это было. То есть если я ему ее отдам, и он ее напялит... Нет, давайте-ка не будем баловаться. Дамаг здесь не так, чтобы большой. Конечно, увеличить атаку это ценный такой эффект. Нам бы он очень помог. Но нет. Короткий меч тоже нет. Короткий меч тоже нет. Значит, катану надо восстановить вот что. О, как хорошо. Хорошо пошло. Так, значит, дай катану, пожалуй, я верну. Катану пока поберегу. Пусть подзарядится еще. Так, что по сапогам тут? 40. Пока пойдет. Идем дальше. Я думаю, что надо сбегать за Агуаром. Притащить его в ту большую комнату. Все-таки, да? Ну и отдать ему тут вот мы награбили уже. Изрядно так. Вот это тоже я от греха подальше выложу. Подумаю, что с ней делать. Вы тоже можете написать свое мнение в комментариях, как это все работает. Потому что я боюсь тут наврать. Все. За мной. Так, а он так, получается, не проходит, да? Подожди-ка меня здесь. Как бы не вышло так, что нам с Гуаром придется здесь расстаться. Дружочек, ну ты не пройдешь, да так? И скрипт не помогает. Разве что отойти подальше, чтобы он скриптом скакнул к нам прямо туда вниз. Но там нужно прямо быстро пробежать. Он мне тут вообще пройти, наверное, не даст. Ну-ка, давайте попробуем. Если он скриптом упадет вниз, то это будет идеально. Нет, да? Ну, значит, с Гуаром придется расстаться. К сожалению. 224 веса он все-таки на себе, получается, забирает. Больше мне ему дать нечего, поэтому отправляем его в Альдрун. Телепортом. Дальше будем своими силами как-то справляться, выбирать, что брать, что оставлять. Продолжаем. Даже мертвый Атронах, видите, светится. Это неплохо. Мне это очень нравится. А с учетом еще, как бы, шейдеров, всяких настроек графических выглядит очень неплохо. Но все равно граница освещения заметна. Вот здесь вот, если вы видите на полу, вот сейчас особенно, вот прям резкая граница освещения. Ночной глаз у меня закончился. А если я применяю ночной глаз, то не так заметно. И при движении все-таки, да, видите, есть проблемы еще. Так, там я вижу еще одного Атронаха. Мы его обязательно должны захватить. Так, у нас осталось всего четыре камня душ. Ну ничего. Блин. Я так делаю просто потому, что, когда он сагрится, орк побежит вперед. И будет уже сложнее использовать заключение. Так, а орка нашего продамажили опять. И он опять использовал зелья. Надо посмотреть, сколько у него осталось. Осталось всего три зелья у него. Печаль, печаль. Атронах неплохо дамажит. Вот. Но зато мы можем перезарядить катану в очередной раз. Чуть-чуть совсем, смотрите. Да, какой-то рандом здесь все-таки присутствует. Такой лютейший. Просто лютейший. Сохраняемся. Заключение. Так, это зомби, по-моему. Но его мы тоже захватим по возможности. Так, ну и давайте все-таки лечение. Нормально. Но он там руками бил, в принципе, не должен был сильно продамажить. Вот этот вот хмырь. Так, что у нас дальше? Фарватер. Так, 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 так. Что-то я вот не очень хорошо помню. Давайте-ка мы вернемся. Не очень меня как-то вот в памяти всплывает, куда здесь правильно идти. Видите, дорога как-то развилки нам показывает. А тут что у нас? Свод. Так, Огрим. Огрим у нас идет вот сюда. Значит, мы обязательно должны его захватить. И восстановить себе амадию. О, пробивает как, смотрите. Давайте-ка лечить. Чтоб он не тратил зря зелья. Ни хрена он лупит. Вообще жестко лупит. Так, заключение слетело. Это плохо. Даже половину ему не пробил. Да. Было бы полезно, конечно, видеть здоровье. Прямо все время. Чтобы не делать так называемого оверхилла. Пользуясь терминологией MMORPG. Блин, опять слетело. Сколько же у него там хп? Ну, бывает, бывает. Опять все, ману потратил. Ни хрена себе. Так мне никакой мана не хватит. Да где там быстро? Смеешься, что ли? Слышали, да, орк? Я, говорит, убью тебя быстро. А сам уже больше минуты ковыряется. Да пообедаешь, пообедаешь. Ты сначала завали его. Да. Считай, полторы минуты уже. И целая бутылка маны ушла. Наконец-то. Все ради какого-то огрема. Ай, ничего у него нет. Ладно, значит, давайте отдадим ему. Все-таки эту. Подзарядим сначала. И отдадим ему катану. Все что ли? Ни хрена. То есть, вот этим мелким камнем она прям полностью зарядилась. Чудеса. Ладно. Грех жаловаться. Эту заберу. Кстати, может быть, имеет смысл отдать ему еще и амулетик вот этот. Может быть, призванным мечом он будет действовать еще эффективнее. Да. ХП. Нет. Давайте эксперименты не будем делать здесь. Орка потерять не хотелось бы. Зашли мы отсюда, да? Да. Сохранимся. Опа. 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 Вовремя я отдал. Катану. Нашему другану. Вот это сейчас пробивает. Сейчас точно надо лечить. Да и меня тоже пробивает. Так, кто это у нас? Это у нас Дагод Улен. От нижнего Кагоруна ключик мы получили. Это хорошо. Что он тут накопил? Восстановить силу. Ну, нам это не нужно. Клеймора серебряная нам тоже без нужды. Все они тут в ящике пусто. Вообще, какие-то бедненькие Дагоды. Прочная дверь. Сохраняемся. Так, тут, чувствую, еще один Дагод будет. Поэтому давайте-ка мы вырываемся. Нет, не Дагод. Но этого тоже захватить не грех. Может быть, он тут, кстати, и не один. Ты щедро, конечно, расходуешь заряды, блин. Молодец. Ну, хотя бы камень компенсирован. Так, мантию заберем. Найти ключ нам не надо. Ну, а тут выложенная монетками вот эта фигурка. Не буду я эти по монетке уже собирать. Шлем адепта пыли нам не нужен. Статуя не нужна. Увеличить скорость мы тоже, наверное, брать не будем. Ну и идем, значит, в другую сторону. Значит, все-таки интуиция меня не подвела. И проход вниз именно там, где была запертая дверь. На 20 пунктов. Подлечимся давайте немного. И, видимо, ключ от этой двери и был вот у Дагота в кармане. Хотя 20 пунктов, что бы. Проверим. Сохранимся. Да, это тот самый ключик. Здесь, я думаю, уже ночной глаз я использовать не буду. Освещение здесь неплохое. Вроде бы. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Ну и стены светлые, то есть. Так. Отронах. Отронах. Иниевый. Так. Подождите, подождите. Отронах иниевый. Сапоги поломаны. Из-за ряда всего половина. Так. Значит, сам. Перезарядку делаем. Ну, огремо пока я поберегу. Пока тут три четверти зарядов. Пусть будет. Вот. Починиться надо. Все. Кончился молоток. Ну и ладно. Катана. Да и катана пусть пока подзаряжается, я думаю. Так. И, кстати, да. Чуть не забыл. Надо ему сопротивление кастануть. Может быть, даже имело смысл на Отронаха его выпустить с призванным мечом. Ну, посмотрим. Ну, посмотрим. Сейчас посмотрим. Давайте пойдем вот по этой стороне. Восстановим магию. Два зелья осталось. Ну, одно фактически. Сохранимся. Тут у нас какой-то скелет лежит, высохший труп. Смотрите, с монетками. И этого товарища надо сагрить издалека. Кольцом молнии, я думаю. Так, свечение пропало. Смотрите-ка. Ну, или, по крайней мере, оно как-то не особо заметно. Блин. Да, вот так. Вот так. И он пошел херачить своими этими заклинаниями. Ну, и заключение, конечно же, надо не забыть. А сагрился-то он на меня. А орк использовал, судя по всему, зелье. Да, как бы и не еще одно зелье. Готов. Смотрите, атронах неплохо. Неплохо ушел. Но этого товарища мы захватывать, я думаю, не будем. Нырять я уже не хочу за аторнахом. Что тут у тебя? По итогу, да, зелье он использовал. Катану тоже не постеснялся использовать. Но все-таки я его херну так, для приличия. А вот ката, но мы ему перезарядим. Так, значит, это до год. Ну, а тронах, смотрите, даже меньше огрима. Ладно. Прошу прощения. Так. О, смотрите, неплохо. Неплохо пошло. Так, еще два вот этих вот камня у меня есть. Пока живем. Сохраняемся. И движемся дальше. Так, ну, сундочки тоже бы неплохо было залутать. Может быть, камушек нам там попадется. Ага. Ну, или вот тоже неплохо. Ингредиенты пойдут. Так, вот в том плавающем ящике, скорее всего, тоже... Сахар, поэтому давайте мы телекинез используем. А, хрен там. Так, ну и здесь нужно куда-то вниз идти. Насколько я помню. Давайте посмотрим. Может быть, даже и плыть нужно будет. Интересно, орк дышит. Интересно, орк дышит. Еще один отронах. Тоже надо его обязательно захватить. Он меня уже увидел. Так, прилетело неслабо. Давайте-ка мы используем восстановление. Здоровье есть у меня? Есть. Вот такое вот. Ну и будем орка лечить. А, и все, да. То есть быстренько, вон, быстренько. Контрольный хил я все-таки сделаю. Нормально. Так, ну что-то мне кажется, я куда-то не туда пришел. Северный палаш нам не нужен. Так, ну этот. Этот товарищ. Бесполезен. Во всех смыслах. Вот этот меня может ману немного восстановить. Давайте-ка его сагрим. А, нет, это обычный. Смотрите, одним ударом. Вообще неплохо. Вообще неплохо. Но это все не то. Все это не то. Может быть вот сюда. Уже не помню. Да, это действительно все не то. А где проход тогда? У меня вопрос. Где? Блин. Тут проход. Так, это я вот сюда ходил, да? Сюда вот еще не ходил. Тихо. Высохший труп. С монетками. И опять нужно плыть. Но недолго. Да, это... Это правильный путь получается. Еще один. Этот. Корпусный. Хмырь. Где-то здесь должен быть то ли до год, то ли поднявшийся. По крайней мере. По крайней мере, по памяти. Давайте сохранимся. Подойдем вот так вот. Да, вот он. Сразу же, конечно, заключение. Ну, это по ходу до год все-таки. Тоже не упырь. Да, отагриваются. Классно. Мне нравится эта фишка. Буду пользоваться. Он нырнуть, что ли, хочет? Готово. Какая хорошая катана, несмотря на то, что мало зарядов. До год, действительно. Несмотря на малое количество зарядов. Ну, что ты? Былась. Все, теперь ты меня не пропустишь, да? С трех ударов он или с четырех вынес этого до года. Что, сообразишь ты залезть? Хрен его знает. Давайте полутаем бочки. Походу, не сообразит он. И скрип что-то не срабатывает. А вот он, да? Дурачина, блин. Давайте отойдем подальше. Может быть, тата скрипт сработает. Да. Так, а тут уже пещера. Дыхание чарма. Сохранимся. Заходим. Так, тут я вижу атронаха. Это значит, что наш орк сейчас будет страдать. Давайте-ка мы попробуем его оставить. И использовать свитки. У меня была куча свитков. Чтобы просто сэкономить зелья. У орка всего там одно или два зелья осталось. У меня есть свитки. С ударом холода. Вот. На удаленную цель. Это большая часть. О, это он отразил. Вот падла. Сейчас сдохну по ходу. Да. Ну, про отражение я забыл, друзья. Поэтому, наверное, придется орка все-таки. Все-таки орка придется. Заключение, конечно же, используем. Блин. Бежит вперед в этих сапогах очень быстро. И я не успеваю даже наложить заключение, блин. И еще и убил его за два удара. Молодец, молодец. Зачем я буду восстанавливать те заряды? Ты подумал? Все, сапоги я точно у него заберу. Но не прямо сейчас, а когда мы закончим с Кагоруном. Сапоги эти... Наверное, буду... Нет, сам я тоже их не буду носить, потому что... Тогда орк за нами тупо не успеет. Так, ты кто? Ты кто у нас такой? Успел. В этот раз я успел. Но это, походу, до год какой-то. Мало того, что он отагривается, он еще и, видите, начинает паниковать. А вот это уже не очень хорошо. Видите, он сейчас может нам тут нагреть толпу каких-нибудь гондонов. Ну вот же я, давай. Не бежи туда. Бежи на меня. Только надо заключение не забывать. Не бежи, а беги, конечно же, правильно. Так, это у нас кто? Ну, какой-то до год, понятно. Дайнил. До год Данилка. Так, 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 так. Значит, отсюда он выполз, да? Да, вроде бы. Не забываем сохраняться. Так, ну блин, тут, не знаю, наверное, не смогу я наложить заключение. Заряды, конечно, кончились уже в катании у орка. Давайте попробуем разочек. Ну нет, видите, он прямо, прямо вот загораживает своей широкой спиной. Так, а там уже до годец, уже более серьезный. Вот это уже плохо, надо срочно восстановить заряды катаны. Прямо восстановить. И восстановить хорошо, поэтому я, наверное, воспользуюсь зельем восстановления запаса сил здесь. Сохранюсь и, ну вот, атронахом воспользуемся. Ну, не полностью, но хотя бы так. Так, больше у нас таких камней нет, только до годы. Восстановим статус-кво. Так, и последнее зелье у него. Хорошо. Сразу же заключение, потому что этот до год... А, это не тот, подожди, это я перепутал. Это я... Но этого тоже надо захватывать. Это я перепутал, друзья. Блин, не то, хотел же... Невидимость использовать. Ну, давай, давай. Ну, давай, давай. Какой ты, блин, душный. Вот так вот. Молодец. И контрольное... Излечение на нашего орка. Ну, у него тут уже... Все в порядке, значит, зелье еще есть. Так, есть ли у меня здоровье? Здоровье. Остановление магии. Хотя бы какие-нибудь. Левитация. Куча левитаций. Зачем мне столько левитаций? Нет, здоровья у меня никакого нет. К сожалению. Возможно, придется... Зачаровывать на ходу... Какое-то кольцо ему с восстановлением здоровья. Чтобы он в бою хотя бы, да, с потерей времени, но мог лечиться. Сохранимся. Потому что... Вот он, вот он, вот он, падла. Интересно, согрелся или нет? Наверное, нет. Нет, согрелся. Это очень плохо. Вот этого нам кровь из носа надо захватить. Да, вот удобный момент. Давайте-ка заключение. Не знаю, хватит ли орку 30 секунд на него. Он меня видит даже с этим. Вот я приседаю. В невидимости. А он меня все равно видит. Гнида. Орк ни разу по нему еще не попал. Он так меня в прыжке может тоже задамажить. Нет, он меня видит в любом случае. Так, хил. Ты принесешь мне славу. Ну давай. Ну давай. Зарядов-то нет ни хрена, да? На упыря потратил и на этого... Не на упыря, вернее, на трупака. Пошел дамаг. По нашему орку. Так, и заключение слетело. Есть. Ювелирно. Практически. Очень не слабый дамаг. Очень не слабый. И мана кончается. Последнее эксклюзивное зелье. Ну, оверхилом, но придется орка лечить, чтобы сэкономил он бутылку. О! Сейчас опять слетит заключение, чувствую. Давайте обновим, пока есть шанс. Блин. Вот так. А он ему всего-то ничего снес. Снес всего ничего. А этот дамажит. Ну, хоть от меня отагрился, это уже хорошо. Я вижу, что время серии у нас закончилось уже давно, но вот внезапно мы встретили такого вот чувака. Хоть восстановление у меня прокачивается. Он вообще ему не снес ни хрена. Давайте призовем Святошу в помощь. Придется. Придется. Как не жаль. Но придется, потому что совсем не дамажит орк. Без зачарования. Ну и лечить тоже не забываем. Святоши посох. Так, обновим заключение, пока он боком повернулся. Где, блин, где это заключение? Так, и лечим. А кого бьет Святоша? У меня вопрос. Святоша, по-моему, бьет орка. И мана закончилась. Ну что, пошли. Самопальные зелья, вход. Ну реально, мне кажется, Святоша бьет орка. Тупо. Все это очень тупо. Мне это не нравится. Я пообедую твоими косточками. А у него регенерация, наверное, друзья. Мы, наверное, так ничего не достигнем. Потому что он регенерирует больше, чем орк по нему пробивает. Здесь нужно что-то думать другое. Наверное, пришло время использовать свитки. Но только при касании желательно какие-нибудь. Либо, может быть, его попробовать парализовать. Давайте попробуем его парализовать. Хрен, он отразил магию. А он и свитки на меня отразит. Скорее всего. Поглотить здоровье это не то. Возврат не то. Да, тут, в общем-то, это все тоже не то. Это на себя. Это все на себя. На удаленную цель развеять. А что мы там развеем? Приказ. Какого он уровня, я сам не знаю, честно говоря. Не помню. Но вряд ли 20-го. Я думаю, что гораздо выше. И нечем мне, по сути, его приложить. Но это на удаленную цель и орка захватит. Вот у меня есть вызов до ядрота еще, конечно. Можно попробовать его усмирить. Смотрите, тут, правда, разброс. Но на 20 секунд. Давайте пробовать. О, отлично. Уже хорошо. Уже хорошо. О, оставалось-то чуть-чуть, блин, зря свиток. Зря использовал свиток. Дагод утол. Это у нас, значит, пояс сердечного пламени при использовании. Ну и амулет. Ну, сапоги, конечно, пошли в минус. Чего у тебя по здоровью? И здоровье просело. Ну, вне записи я его полечу, починю. Все это я сделаю вне записи. На сегодня серию пора давно уже заканчивать. Спасибо вам за внимание и до новых встреч. До встречи.